Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы делаем аналитику на баланс друидов, коротко говоря, на соухов. И в этом мне поможет Слейти. Слейти, ты тут? Да, да, я. Молодец. Слейти это человек, который занимается развлечением вас на Твиче уже относительно долгое время, модерирует чат и периодически играет за соуха и маленько шарит в этом все-таки. И на его примере, на его опыте мы будем разбирать ваших друидов. Всего их 8 штук было за все время накинуно, и мы их проанализируем. Ну что, давай начнем. Демон Хантер, первый наш человек, и он пишет, как тебе мои статы и вообще шмот? Возможно ли повысить ДПС? Ну, ДПС повысить возможно, а по статам у тебя, братик, все печально. Тебе нужно повысить показатель хосты до 32, ну, 32-33% хосты, чтобы больше был ДПС. Искусствовать у тебя все в порядке, и крит понизить до 12-10%. И какие шмотки ему можно при этом заменить? Ну, у него 4 куска, это в принципе хорошо. Так, у него... Сейчас я смочу полностью. Нам нужно все детально. Пояс будет заменить. Пояс, потому что там крит искусность. А тебе нужно побольше хосты взять. Потом... Грудак тебе нужно выбить так, чтобы у тебя был упор полностью на хостоненную искусность. В принципе, и кольцо также сделать упор на хостоненную искусность. Ну, и в принципе, вроде бы все. Еще по реликам. Такой нюанс. Давай, сейчас я открою его в прогресс. Да, я открою его в прогресс. Тебе нужно будет фармить обязательно верхний горожан, чтобы выбить релик жизнь на Старсюрш. Чтобы у тебя был больше ДПС, Таргет. И также ходить на Одина в Мифик. Чтобы тебе повезло и прокнуло. Кондиция 10 плюс каленый релик. Ну, с первого босса одинаково. Да, надеюсь, ты, Демон Хантер, знаешь, что какой там релик падает и какой из твоих реликов весьма плохо. Итак, а какой там у него был вопрос еще раз? А как тебе вообще статы и шмот? Ну, ответ получен. Итак, идем дальше. Друид Эвинор. Тут на английском все, конечно, непонятно многое. Ну ладно, читаем вопрос. Как поднять ДПС? А то с ним вообще все плохо. Я вам сейчас сразу скажу, вопросов по типу, как поднять ДПС будет очень много. Так что приготовьтесь это слушать. Ну, рассуждай. Ну, во-первых, тебе нужно выбить кольцо. Это очень трудно, да. Во-вторых, тебе нужно поменять ринки. С гулдана получается и метроном со второго босса. Также тебе нужно поднять хосту, так как у тебя ее очень-очень мало. 15% это вообще никудышная стата. Тебе нужно как минимум 30%. Мастери у тебя слишком много, ее до 70% нужно опустить. И крита слишком много, ее нужно опустить так же, как повторюсь. Ну, до 10%, до 12%. Таланты у него хорошие взяты? Ну, таланты у него онли на ООЕ таргет взяты, потому что душа леса это такое себе. Также я тебе советую поменять родство с Фералом на родство с Мишкой. Вот. Тайфун на баш, потому что он везде нужен. Ну, и в принципе, все. Ну, это ситуативные уже больше таланты, зависит от боя. Такое. А по чаркам? По чаркам? Осмотри внимательно. Но мастери, получается, на кольце, мастери на... На плащей это вообще дренорская чарка. Да, тебе нужно ее поменять на майн стату. Ну, и сокеты все на хосту поменять, которые у тебя есть. И вот это леди и дитя, это получается на он для ООЕ. Салтаргет она такое себе не предаст ДПС. А что у него по реликам? Сейчас посмотрим. Эвинор, да? Да, да, да. Через Е. Черный шрам. Сейчас обновлю его, потому что там он в коте почему-то висит. И до сих пор в коте. И до сих пор в коте я сижу и обновляю. А, вот теперь он в сове. Чекай. Обнови страничку. Угу. Так. Ну, по реликам. Так, сампайр. Ну, тебе нужно жизнь поменять релик обязательно, потому что на броню тебе с собой это не нужно. И на гнев тоже такое себе. Ну, так же, я тебе повторюсь, верхний каражан фарма и Одина в мифике убивать. Именно. Идем дальше? Так, давай, Панчерита пишет. Оцени, про спину энчант можешь не говорить, я это знаю. Жду момента, когда с мифика упадет. Ну, оцени, давай. Что скажешь по этому друиду? Ну, он любит пошутить. 908-й квип, у него две бислеги, все правильно зачарено и правильные статы. А релики? Так. Давай глянем. Ну, мне кажется, по реликам у него нет проблем, раз такой человек. Ну, да, так. Так, сейчас обновлю. Четыре дня назад и... Нет, или это он в хиле? Нет, 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 это дамагер. Так. Ну, релики относительно 50 на 50, то есть, повторю, ситуативно. Но вообще лучше так же все на... Старсурч. То есть три релика на Старсурч, что это будет топово? Это бис. Это просто бис, это как повысить все в ДПС, ты так же не будешь отставать по УЕ. Ты уверен, что это бис? А то ты сейчас насоветуешь. Не, я серьезно говорю, то есть... Серьезно, все. Звездный поток это топово. Все, хорошо. Давай, идем дальше. Ширз. 895-й друид. Посмотри шмотки. Что лучше заменить? Ну и поднять ДПС выше 450 тысяч. Вот что лучше заменить? Ну, во-первых, тринкет. Тебе нужно Рубина Рана убрать, так как это у ЕДПС. И он уже, по сути, не актуален, даже с таким эквипом. Также, повторюсь, с Гулдана будет намного профитней. Ну, повысить левел, заменить плечи. Да, у тебя не на упор хосту, но есть и другие плечи, которые более актуальны, которые добавляют статы. Ну, ему сетик надо собирать с этого и вещички. Да, еще нужно 4 куска обязательно, чтобы Сол ДПС был большой. Дамаг также получается. Думаете, талант нужно поменять. Благословение древних на тот талант, который дает сейчас. Открой, там калькулятор слева есть. Есть астральное оединение, есть падающие звезды. Да, падающие звезды. Астральное соединение только на ПВП. Такое слово. Да, то есть благословение на звезды. О том речи идет. Какие вообще 4 куска на друида являются бисовыми? При использовании легендарной головы и без ее использования? При использовании легендарной головы это плечи, плащ, грудак и ноги. Без головы это голова, плечи, плащ и ноги. Окей, самое главное, чтобы сейчас мы с этим определились и потом не забыли. Давай осмотрим его релики. Шипс. Ну вот релик вообще офигенный. Какой конкретно? Первый, который самый на аркан релик. Первый? Он упал ему с осколков. А, ну, в принципе повезло. Да. Второй не очень, это на дополнительную броню его надо менять. Да, это полностью менять, потому что фьюзалис. И третий аркановый, глянь. Относительно такой нормальный. От солнечного и лунного могущества. На 3% ГПС. Да. А что по статам-то у него, мы смотрели вообще? Да. Ну, просто там у него более-менее хорошо, ну, только убрать крит и повысить мастер, и все. Хасы у него порядка вообще, ну, хасы отлично 32%. У него сокетов очень много на скорость. И чарки все на скорость. Ну да, так это и правильно. Ну да. Идем дальше. Хералия. Это я не ругаюсь. Так. Вот. Так, подожди, что крит пишет? Секунду. Подожди. Это кто у нас, пятый друид? Да, это пятый друид. Можешь сказать, что по реликам, какие стоит заменить, а какие оставить? То есть тут чисто вопрос по реликам. Давай сразу его в прогресс открываем и смотрим. Что у него там по реликам нынче? Так. Второй топовый. Старсюдж, да. Эпси такой хотел бы. И от гнева. Ну смотри, поменять получается тебе гнев, потому что он и так у тебя нормально будет дамажить с эквипом. И, ну да, поменять просто первый. И все. Остальные более-менее заходят. А жизнь вообще топовая. Да. Она ему, походу, с недельного сундука упала. Ну это же круто. Да. Вот мне бы так что-нибудь упало. Если не ошибаюсь, это с этого... Там все написано. Так, шестой друид у нас так. Три, четыре, пять, шесть. Кто там шестой друид? Штергунд? Да. Верно? Да. Вот, говорит, фиг знает. ДПСа вообще нет и логи серые. Что делать? Сейчас открою его страничку с логами. Почему он в хиле? Подожди, у меня ошибка 404 пишет. Сейчас чекнем. А, ну да, то уровень исцеления. Ну, давай логи его открою. Давай. Давай найдем их. Потому что ссылку он ломаную скинул. Я сейчас через свои найду его логи. Секунду. На это придется потратить время. Я с ним влез, у него верно там? Да. Угу. Сейчас я тебе скину ссылку. Тут он... Блин, непонятно так сказать. Тут он в балансе. Только не обновляй там ничего. Вот, можно почекать то, что у него... Какие релики? Релик у него с Трилекса, с Утробы Душ, Жизнь. А этот я не знаю откуда. Аркан Кракс. Такой себе, если честно. Ну, у него крита 20%, и мастерей очень мало. 45 всего лишь. Ему нужно мастерей поднять хотя бы до 65 и плюс. Крит опустить до 15-13%. Их от 100 до 30% поднять. Также, если ты соло ДПС хочешь, то тебе нужно брать даму и дитя и... Браться на голову и кольцо. Или же кольцо и ступни. Они увеличивают от основных обилок, которым ты капливаешь. Остальное мощное ДПС на 8%. Именно. Именно. Ну, а то, что логи серые, ну, не знаю, я не вижу серых логов особо. То есть, мифик, ну, 3 фиолетовых, 5 фиолетовых, 1 зеленый, 2 синих и Элисандра серые логи. Ну, ты, наверное, умер или там, не знаю. На Элисандре без головы и без кольца ты вряд ли покрутишь. Он умер, наверное, же. Не знаю. Ну, и 52-й левел артефакта, то есть, конкурировать с людьми, у которых уже там, допустим, 58-й, которые средненько фармят. Ну, это весьма тяжко. Такое. Идем дальше. Человек с ником Мятный Дятел. Баланс Друид. Голдрин Мятный Дятел. Что взять для большего ДПСа? Ну, давай, полную сейчас вообще аналитику. Чарки, камни, сокеты, там, тринки, статы, релики. Стартуй. Сокеты, кстати, в ступнях нет. По ножу. Ну, да, в принципе. Ну, во-первых, тебе нужно убирать тринни, потому что это в данный момент вообще не актуально. Они облик бездны, хоть и 905-й, который дает пассив на хосту и увеличивает мейнстат, это такое себе, это убирает твою мобильность. Анораксис, это юзер-листринка на сову, она понерфлена и ДПС она как-то такого не наносит. Так что метроном и шепот, и все. Единственные две бестлеги на сову. Ну, можно, в принципе, вместо метронома, здесь какую-нибудь ОЕ тринюн с того же ботаника, тоже будет как вариант. Ярость там, пылающего неба, как она правильно называется. Искусственность, и потом ОЕшный взрыв. Так, так же у тебя 18% крита. Ну, так же, повторюсь, это очень много. До 13, до 10, как вариант. В мастере все хорошо, хосты тоже идеально. Так, солдат. Надо поменять тебе чарку, потому что чарка должна у тебя быть на знак когтек, чтобы давала криты хосту. Так же, 4 куска тебе нужно убрать руки, потому что критверса тебе нафиг не нужны. Это юзлисты на сову. Они равносильные, они юзлисты. Тебе нужно поменять их на ноги с гулдана, хоть даже героического уровня. Угу. Они получше будут, потому что его ноги с универсальностью. И без соки. Так же повторюсь. Тебе нужно мундир, ну, грудь поменять с упором на хостов. Ну, аналогичная грудь была у первого человека, вроде которого мы смотрели, или у второго. Да, и так же стук не поменять с упором на хостов. Хотя, в принципе, они и тоже актуальны. По легендаркам что ему скажешь? Ну, по легендаркам все стандартно. Кольцо бис, а интуиция это... Ну, она будет 7-2-5 актуально, если будешь на 4-2. А так она ситуативна, то есть у тебя уеб. Халявный дает прок с трофола. И увеличение при бурсте накапливаемых стаков. Угу. Открой его в прогрессе, я тебе скинул ссылочку. Посмотрим релики его. Релик жизни не очень. Он у всех встречается, именно этот релик, притом. Именно с Химдаля, с чертовых. Такой себе. Его лучше на мишку закинуть, будет больше пользы. Ну да, возможно. По остальным реликам. Ну, 920 хороший в плане эквипа. Дает на 5% ДПС. Гнева, ну, так же такое себе. Только с счет клипа вывозит. Угу. И первый аркан-релик поменять бы на релик с Одинах. И жизнь поменять бы. Да любая жизнь подойдет, кроме адхила и кроме брони. Именно. И побольше мифик плюсов фарми, братьев. Тебе это понадобится, особенно за хрикаражан. Сколько у него там? 43 мифик инстаза все время легиона. Ну, это что такое? Надо больше фармить. С совухом относительно легко на самом деле найти себе какую-либо группу. Ну, группа должна быть хорошо подобрана под тебя. Итак, идем дальше. Последний друид на сегодня. Человечек с ником Imaris, который до сих пор ходит с крафтовой шеей. Это интересно весьма. Пишет, что поменять? У меня крайне мало ДПСа. Я вообще не знаю, что делать. 380 ДПСа на боссах. И то не на всех. Как поднять ДПС и вообще в целом все сделать по-нормальному? Вот он так пишет. Спрашивает. Во-первых, тебе нужно поменять полностью тринки. Потому что гримуар это юзалис триня, за которую тебе могут дать пизды, если ты в мифике ее кинешь и спойлешь. Слэйти матерится! Ну и ладно, дальше давай. Вторую триньку с пассивкой на крит. Ну то есть, это вообще юзалис триня, она больше на рест архива зайдет. Она у него с универсальностью. Нет, у меня показано с критом. Да как так-то? Ну-ка дай-ка обновлю. А, вот, теперь с критом. Так, по статам. Ну, 77% искусности это очень-очень много. Мы не в дреноре. И хосты у тебя мало, 24%. Тебе нужно увеличить до 30%. Тем более с головой. А если голова, то да, кап 30%. И крита понизить чуть-чуть. Потом крафтовую шею поменять, потому что крит искусность это... Бэри плохо. И также знак подготовленного солдата поменять на знак когтя. И раздобыть сетовые кусочки. Да, и обязательно тебе нужно 4 куска. Без 4 кусков у тебя не будет солдарный ДПС. Так, ну что тебе еще поменять? Грудак у тебя прям вообще хороший. С упором на хосту. Прям очень-очень хороший. Тебе нужно поменять кольцо, так как это на танка больше зайдет. Ступни тоже на танка. Ноги у тебя... Нужно тоже поменять с упором на хосту. Плащ тоже с... Ой, не плащ, а... Пояс. Пояс тоже с упором на хосту. Ну, руки относительно заходят. Самое главное, чтобы твои руки и Морис были нормальные. Давай глянем его реликвию. Что у него там вообще напихано. Да он даже эти легендарки свои, смотри, написал. В профиле вов прогресса. Имеющиеся у него. Это хорошая легендарка первая. Вторую. Сойдет. Третий это Экадух. Четвертый серфус. Смотрите, это на танковый кос. Ну, мы пришли сюда за реликами. Давай смотреть их. Так, релики. Бонус от солнечного и звездного могущества на 3%. Нет, жизнь тебе тоже надо поменять. Она крайне хуевая. Как так быть-то? Да. И получается... Ну да, тебе релики все нужно поменять. 901 уровень пушки, да такое себе. Да и плюс релики вообще не ДПС. Ну, кроме двух. Хотя ведь такое. Да. Меняй маленько шмоток себе, дропай какой-то шмот со сколков, ищи группу для мифик плюса и меняй себе другие шмотки. То есть, выбей шмоток, чтобы потом выбивать еще больше шмоток. Всех, как говорится, благ, счастья, здоровья. Давай подведем некоторые итоги вообще за сову. То есть, сейчас я открою. Кто там у нас был хорошо? Я Панчерита, да? Ну, вот его. Давай на основе его сделаем общие такие замечания по всем друидам. Что у нас по капам стат вообще в этой игре происходит? Нет, вообще, в общем, в общем. То есть, давай по всем совам дадим такое им напутствие, скажем так. Чтобы они определились со всей такой общей информацией. И, ну, мы, скажем так, подвели итог вообще. Вот, давай начнем. Что у нас по статам? При наличии легендарной головы у вас должны быть по статам следующая хастаута. У вас должна быть от 30 до 32%. Искусность, по сути, безграничная. Игрета 10%. Вот. Ну, версалити я, версатилити я как бы не учитываю. Потому что она равносильно с критом. По талантам получается, что нужно. Ну, Звездный лорд это мастхэв. Астральный скачок или стремительный рывок это на ваше усмотрение. Радоство со стражем или радоство с исцелением тоже на ваше усмотрение. Баш 100%. Если у вас есть кольцо, то воплощение избранной луны мастхэв потому что она у вас глубоко дэшится 2 минуты, полторы-две минуты, в зависимости от того, как у вас пойдет. Благословление древних или же падающие звезды. Соло-благословение по уе падающие звезды. А потом смещение звезд, если у вас есть запястье. Это вообще мастхэв. То есть вы не будете тратить остальную мощь и будете повышать ДПС. Ну и природное равновесие, если у вас есть также голова и кольцо в Солд-Арбитах. Потом. Ну что еще можно сказать? Получается все чарки и все камни на хосту в легендарное кольцо. Также можно либо хоста, либо мейнстад. Там еще у вас не хватает. Релики. Ну тут по дефолту. Либо на звездное и лунное могущество, либо на звездный поток. Но звездный поток был вообще куда профитней. Так это основная обилка, которую ты дамажишь. Ну, которая спускает остальную мощь, которая уносит большой дамаг. Именно. Ну что? Все рассказал или что ты еще дополнишь? А, ну в принципе я могу посоветовать начинающим совам. Чтобы взять свою буст-группу, могу спать. Что лучше будет заходить, с какой тимой фармить. И какие инсты лучше всего фармить. Ну, во-первых, вам нужно фармить верхний каражан для получения релика. Чаще. Там тоже релик хорошо заходит. И чест с головой. По сути, катакомбы для получения ништячков оттуда. Тот же релик. Ну, квартал звезд это относительно. Если вы хотите себе сет, который повышает мастери, ну, который дыха носит, тоже можно фармить. Но это не обязательно. Ну и чертоги, само собой. Именно. Там очень много АП, да и вообще сам по себе прикольный инстык. Такой забавный на самом деле. Особенно на первом боссе от драконов. Поумирайте и весело будет. Я тебе сейчас, знаешь, что хочу сказать? То, что тебе бы как вариант можно сделать бис-лист, на основе которого, я помню, одевался. Я его сам для себя делал. Но все же, может, каким-то людям он тоже пригодится. То есть, аналогичный тот бис-лист, который вы можете найти в ВК-группе, который вы можете найти у меня на стриме, введя команду восклицательный знак бис. И все как бы. То есть, перед вами вот такая вот картина. Видите? То есть, я маленько расписал. Маленько расписал, что откуда падает. То есть, ну, относительно классненько так все сделал. Если тебе, слейте, будет относительно нетрудно, то можешь помучиться и для совухов сделать такую же интересную вещицу. Они тебе, наверное, будут благодарны даже. Вот так вот. Всех вам, как говорится, благ, счастья, здоровья. Надеюсь, совухи, которые были нынче осмотрены, начнут дамагать. Начнут выдавать ДПС, будут дропать только 955-е шмотки, когда уже там повысится эквип. Ну и будут потом к слейте приходить и говорить, вот, слейте, вот ты, говорит, хороший человек, ты нам подсказал. А вот там такие-то вот есть люди, они отказались делать аналитику на какой-то класс. И вот гореть они в аду будут. Ну так вот. Всех вам благ, счастья, здоровья. Легендарок хороших побольше. Сехузов, как говорится, с призами поменьше. До скорого. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok